Добрый день, друзья! Рада приветствовать всех на своем канале Вязать легко с Лалей. После сокрушительного провала первой части вязания джемпера мне стоило немалых усилий собраться и продолжить. Джемпер действительно получается красивенный. Очень нежная, изысканно изящная структура полотна. Легкое нависание, воздушность, все это объединилось в этой модели. Я начну свою вторую часть с вязания кулиски, поскольку этот момент оказался наиболее сложным для некоторых. Но перед началом хочу показать всем фото самого джемпера на фактуре. Эти фото я нашла на ярмарке мастеров и решила сделать продавцу небольшую рекламу, а заодно показать, как это сейчас актуально и модно. Вы видите, что низ джемпера оформлен кулиской. Для чего это нужно? Поскольку в процессе вязания узора низ изделия слегка провисает, вот как вы заметили. Если связать кулиску и втянуть в нее шнурок, то это провисание будет менее заметным. Оно подвернется вот так вот. Подвернется и будет аккуратнее смотреться. Вы понимаете, да? Ну, если кто-то не хочет вязать кулиску, то не вяжите. Сделайте несколько рядов резинка один на один и переходите на английскую резинку. А сейчас дополнительной нитью, вот такого контрастного цвета, мы набираем на спицы количество петель вдвое меньшего от необходимого количества. Я набрала. Для образца я набрала просто 11 петель. Провязала контрастной нитью несколько рядов. Вот я все это сделала, чтобы не задерживать наше время. Теперь начинаем вязать основной нитью. Берем основную нить. Первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Первую петлю, которая у нас кромочная, мы также провязываем. Вот так вот. Все петли провязываем лицевыми. Надеюсь, я понятно показываю. Провязали. Кромочную мы также провязали лицевой. Теперь вязание разворачиваем. Во втором ряду нам нужно увеличить наши петли вдвое. Первую петлю мы снимаем, не провязывая. Или лучше ее провязать, наверное. Так, провязали. Далее делаем накид. Следующую петлю провязываем изнаночной. Еще один накид. Изнаночная. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Довязываем до конца ряда. Таким образом мы увеличиваем количество петель вдвое. Изнаночная. Накид. И кромочная. Провяжем ее также изнаночной. И разворачиваем вязание. После этого нам нужно провязать 10 рядов лицевой гладью. В лицевом ряду мы провязываем все петли лицевыми. Накиды также провязываем лицевыми. Вот в этом третьем ряду. В изнаночных рядах мы все петли провязываем изнаночными. Надеюсь, я понятно объяснила, что в лицевом ряду мы вяжем лицевые петли. В изнаночном изнаночные. Всего нам нужно провязать в высоту 12 рядов с учетом первого и второго ряда. Мы провязали 12 рядов лицевой гладью. Сейчас мы будем вязать первый ряд резинкой 1х1. И одновременно нанизывать петли наборного ряда. Смотрите, показываю. Кромочную мы снимаем. Далее нам нужно провязать лицевую петлю. Мы эту петлю снимаем на правую спицу, не провязывая. Затем поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вот видите, у нас первая такая петелька. Мы подхватываем ее. Подхватили, нанизали на левую спицу. И одновременно нанизываем петлю с правой спицы. И провязываем лицевой. Провязали. Далее вяжем изнаночную петлю. Резинка 1х1 у нас. Не забываем. Теперь следующую петлю, это лицевая, снимаем, не провязываем. Далее берем петлю первого ряда. Подхватываем. Нанизываем обе петли. На правую спицу можно даже вот так развернуть. Так, провязываем лицевой, изнаночная. Снова снимаем на правую спицу, не провязывая. Нанизываем петлю первого ряда. Провязали лицевой, две вместе, изнаночная. И так довязываем до конца наш ряд. Не знаю, что я тут такого намудрила. Так. Нанизываем. И последняя петля. Переснимаем ее. Она у нас также лицевая, поскольку количество петель у нас нечетное. Подхватываем вот нашу, как бы, кромочную. Нанизываем. И провязываем эту лицевую петлю. И еще одна кромочная. Провязали. Таким образом мы нанизали все петли. И сделали двойную полую резинку, то есть кулиску. Дополнительную нитку нам нужно просто убрать отсюда. Давайте мы ее вот так вот подхватываем. И вытягиваем. Вот так. Вот она вытянулась у нас, эта нитка. Мы ее убираем. Убрали ниточку. Вот с изнаночной стороны. Смотрите внимательно, что у нас получилось. Хорошо видно. С лицевой стороны также хорошо видно. В этом первом ряду мы связали лицевые и изнаночные петли, то есть резинку. А уже в изнаночном ряду мы начинаем вязать английскую резинку. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идет изнаночная петля. Мы провязываем ее с накидом. Снимаем, не провязывая. Далее лицевую петлю мы провяжем из петли нижнего ряда. Провязали. Далее изнаночную снимаем с накидом. Еще одна лицевая. Из нижнего ряда. Далее вот изнаночная с накидом. И вот так вот мы довяжем второй ряд до конца. И после этого нам нужно будет провязать, как я вам уже говорила, в первой части. Вспоминайте. Мы провяжем еще 6 рядов. Вместе с этими двумя рядами будет 8. И перейдем к вязанию основного узора. Все понятно. А теперь перейдем к вязанию нашего узора. Ко второй части его. Смотрите внимательно. Сейчас мы с вами вяжем 21 ряд. Этот ряд, как говорится, головная боль всего нашего джемпера. Будьте внимательны. Здесь ошибок допускать нельзя. Равно как и при вязании пончо. Вот перед нами наш маркер, который мы должны сейчас с вами сместить. Две петли, которые у нас перед маркером, мы вывязываем следующим образом. Вот эту петлю мы провязываем изнаночной. В следующем ряду мы провяжем ее, как петлю из нижнего ряда. Запомнили? А вот эту вот петлю мы провяжем лицевой. Но перед этим мы должны сместить маркер. Сместить его мы должны на одну петлю вправо. Снимаем, не провязывая лицевую петлю, убираем маркер, возвращаем петлю и навешиваем маркер. Вот мы сместили наше вязание на одну петлю вправо. Запомнили, да? Если вы не сделаете это смещение, то будете перевязывать и перевязывать до бесконечности. Теперь провязываем лицевую петлю и еще одну изнаночную. То есть вы поняли, что три петли по центру, ну или не по центру, а в начале раппорта мы провязали изнаночная, лицевая, изнаночная. Сместили маркер. Дальше продолжаем вязать 21 ряд английской резинкой. В 22 ряду мы начнем вязание с первого ряда, но это у нас изнаночный ряд. Запоминаем. То есть в четных рядах мы будем вязать как первый ряд, а в нечетных мы будем вязать по рисунку. Сейчас я вам покажу все, все покажу и объясню. Петли раппорта у нас начинаются перед маркером. Две петли перед маркером это петли нашего раппорта. Эту петлю, которая перед двумя петлями, мы провяжем изнаночной. Запомните этот момент, поскольку в лицевом ряду нам нужно будет провязать две вместе лицевой, поэтому накид делать не нужно. Далее. Вот эти две петли, которые перед маркером, мы должны провязать вместе изнаночной с наклоном вправо. Как это сделать? Во-первых, эту петлю изнаночную я разверну. Вот так вот. Теперь вводим спицу справа налево в петли. Снимаем их, не провязывая, на правую спицу. Теперь левую спицу вводим в первую петлю и разворачиваем их. Туговато, конечно, это все делать. Так вот, развернули. Смотрите, вот мы развернули наши петли и провязываем их вместе изнаночной. Это называется, что мы провязали две вместе изнаночной скрещенные. В лицевом ряду вот так это выглядит. Видите, да? Все, провязали. Запомнили. Вяжем две вместе изнаночной с наклоном вправо. Две вместе изнаночной скрещенные. Предварительно мы провязываем изнаночную петлю без накида. Снимаем маркер, перебрасываем. Теперь нам нужно провязать вот эту вот петлю из петли нижнего ряда. То, что я вам говорила перед этим. Провязав ее, это первая наша петля. Дальше мы делаем накид. Вспоминаем первый ряд. Кстати, мы используем схему номер два. Теперь делаем накид от себя. Вот так вот. Раз, сделали накид. Далее изнаночную петлю мы обязательно провязываем. Провязали. Все остальные петли 22-го ряда мы вяжем английской резинкой. Сейчас мы вяжем 23-й ряд. Сначала ряда провязали английской резинкой. И вот, не доходя до маркера, мы вяжем следующим образом. Посмотрите, вот у нас накид. Хорошо видно? Вот наш накид. Перед накидом мы петлю вывязываем из петли нижнего ряда. Так? Теперь нам нужно из накида провязать две петли. Но мы вяжем не так, как в прошлый раз. Лицевую и изнаночную. А наоборот. Сначала изнаночную. Потом, не снимая накид со спицы, провязываем лицевую петлю. Вот так вот. И эти петли у нас смотрят не друг на друга, как в прошлый раз, а наоборот. От друг от друга. Поняли? Далее мы провязываем вот эту вот петлю изнаночную. Изнаночной. Не делаем накид снимать. Поскольку в следующем ряду мы провяжем лицевую петлю из петли нижнего ряда. Маркер перебрасываем. Теперь нам нужно провязать две вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем классическим способом. Накидывая нитку сверху на спицу. Провязали. Это у нас четный ряд, начиная с 22 по 42 ряд, мы будем вязать все нечетные ряды, все нечетные ряды мы будем вязать по рисунку. То есть из накида мы будем вывязывать сначала изнаночную петлю, затем лицевую петлю. Еще парочка лайфхаков. Эту петлю перед накидом мы провязываем петлю нижнего ряда. И петлю перед маркером мы также провязываем изнаночной, чтобы в четном ряду провязать ее из петли нижнего ряда. И далее после маркера мы обязательно провязываем в каждом нечетном ряду, мы провязываем две вместе лицевой с наклоном влево. И следующую петлю мы провязываем изнаночной. Запомните. И продолжаем вязать английскую резинку. В 24 ряду. Начало раппорта. Перед двумя петлями мы провязываем изнаночную. Провязываем изнаночную, не делаем накид снять. Далее две вместе изнаночные с наклоном вправо. Показываю еще раз. Смотрите. Переснимаем эти две петли. Вот таким вот образом. Видите? На правую спицу. Заводим левую спицу. Вот так вот изнутри. И переносим на левую спицу. Петли у нас перекрутились. И мы провязываем их две вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночной скрещенной провязали. Далее. Нам нужно провязать 5 петель английской резинки. Вот эту петлю мы вяжем из петли нижнего ряда. Это то, что я вам говорила. Далее 2, 3, 4, 5 провязали. Делаем накид от себя. И следующую петлю мы провязываем изнаночной. Здесь у нас меняется немножко местами. В прошлый раз в нечетных рядах мы вязали изнаночную. Вначале потом делали накид. А потом дальше вязали лицевую с накидом. А здесь наоборот. Мы провязываем лицевую с накидом. Делаем накид. А затем провязываем изнаночную. Не снимаем ее с накидом. А именно провязываем. Запомните. Это очень важно. Довязываем 24 ряд до конца английской резинкой. В 25 нечетном ряду нам нужно провязать все петли по рисунку. Из накида мы вывязываем изнаночную петлю. Затем лицевую. И провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вернее влево. И классическим способом. 26 ряд. Начало рапорта. Изнаночную мы провязываем изнаночной. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Показываю еще раз. Или же можно выполнить вот таким вот образом. Нить сверху на спицу. Спицу заводим сзади за вторую петлю. И провязываем их изнаночной скрещенной. Итак, мы провязали 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Маркер перебрасываем. И вяжем 9 петель английской резинкой. Первую петлю мы провязываем из петли нижнего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 1 накид от себя. И изнаночная петля. Провязали. Вяжем до конца 26 ряда петли английской резинки. В 27 ряду мы опять-таки свяжем все петли по рисунку. Еще раз напоминаю. Из накидов мы вывязываем изнаночную петлю и лицевую петлю. Именно в такой последовательности. И после маркера мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево классическим способом и одну лицевую петлю. 28 ряд начало раппорта. Вот у нас 3 петли перед маркером. Изнаночную мы провязываем изнаночной. Далее 2 вместе изнаночной скрещенной с наклоном вправо. Вот так вот завели спицу сзади за вторую петлю. И провязали 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Маркер перебрасываем. Теперь нам нужно провязать 13 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Один накид. Накид от себя не забываем. И изнаночная петля. Довязываем 28 ряд до конца. 29 ряд вяжем по рисунку. 30 ряд. С начала раппорта мы провязываем одну изнаночную. Далее 2 вместе изнаночной скрещенной с наклоном вправо. Вот так вот. Маркер перебрасываем. И теперь нам нужно провязать 17 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать, пятнадцать. Провязали. Далее один накид и одна изнаночная. И довязываем тридцатый ряд до конца петлями английской резинки. А в тридцать первом ряду мы провяжем все наши петли по рисунку. Тридцать второй ряд. С начала раппорта провязываем одну изнаночную. Две вместе изнаночной с наклоном вправо. Как обычно. Провязываем изнаночные скрещенные. Маркер перебрасываем. И теперь нам нужно провязать 21 петлю резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20 и 21. Далее один накид от себя и одна изнаночная. Все, раппорт закончился. Довязываем тридцать второй ряд до конца. Английской резинкой в тридцать третьем ряду все петли провязываем. По рисунку еще раз напомню. Ну, хотя все уже, наверное, помнят. Из накида мы вывязываем сначала изнаночную, затем лицевую петлю. И после маркера мы провязываем две вместе лицевой с наклоном влево. Классическим способом накидывая нитку на спицу. И затем одна изнаночная без накида. Тридцать четвертый ряд. Начало раппорта. Одна изнаночная. И две вместе изнаночной с наклоном вправо. Провязали. Далее маркер перебрасываем. И в тридцать четвертом ряду мы вяжем 25 петель резинки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Накид. От себя. И одна изнаночная петля. Продолжаем вязать тридцать четвертый ряд до конца английской резинкой. Тридцать шестой ряд. С начала раппорта провязываем одну изнаночную. Далее две вместе изнаночной с наклоном вправо. Другими словами, изнаночные скрещенные. Провязали. Маркер перебрасываем. Теперь нам нужно провязать 29 петель резинки. Вяжем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать семь. Двадцать восемь. И двадцать девять. Накид. Накид от себя. Одна изнаночная. Довязываем тридцать шестой ряд до конца английской резинкой. Тридцать седьмой ряд вяжем по рисунку. Тридцать восьмой ряд. Начало раппорта. Одна изнаночная петля. Далее две вместе изнаночной скрещенной с наклоном вправо. Провязали. Маркер перебрасываем. И далее вяжем тридцать три петли английской резинкой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Продолжаем. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Провязали. Теперь накид от себя и одна изнаночная. Довязываем английской резинкой тридцать восьмой ряд до конца. А в тридцать девятом ряду все петли провяжем по рисунку. Сороковой ряд. Сначала раппорта провязываем одну изнаночную петлю. Затем две вместе изнаночной с наклоном вправо. Другими словами, две вместе изнаночной скрещенной. Провязали. Маркер перебрасываем и вяжем тридцать семь петель английской резинкой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Тридцать пять. Тридцать шесть. И тридцать семь. Провязали. Далее накид от себя. Одна изнаночная петля. И довязываем до конца ряда все петли английской резинкой. В сорок первом ряду мы провяжем все петли по рисунку. Сделаем убавление. И в сорок втором ряду у нас будет ряд со смещением. Мы не будем вязать ни убавлений, ни накидов. Всего лишь сместим в центр вязания. Продолжаем вязать. Мы провязали мотив узора. В мотиве узора сорок два ряда. Сейчас я вяжу сорок второй ряд. И в этом ряду, точно так же, как и в двадцать первом, необходимо сделать смещение. Не забудьте это сделать, пожалуйста, чтобы не было у вас ошибок. Сейчас я вам показываю. Мы смещаем вязание на одну петлю. Опять-таки вправо. Если смотреть с лицевой стороны, то это будет влево. Смотрите. Вот мы не довязали до маркера одну петлю. Она у нас изнаночная, в изнаночном ряду. Мы снимаем ее, убираем маркер, возвращаем на место эту петлю и навешиваем маркер. Все. Мы сместили наше вязание на одну петлю вправо. Теперь мы будем наши наклоны делать в эту сторону. Вот в эту сторону. Если смотреть с изнаночной стороны. Смотрите. Изнаночную петлю мы провяжем просто изнаночной. Без накида. Запомнили? И довяжем сорок второй ряд до конца английской резинкой. А уже с сорок третьем ряду мы начнем вязание с самого первого ряда. Все-все повторяем с самого первого ряда. Друзья мои. После того, как мы провяжем сорок два ряда. Другими словами, один мотив узора. Накиды у нас идут сначала в одну сторону, затем в другую. И вязание выравнивается. Мы переходим к первому ряду. И начинаем все вязать с первого ряда. И так повторяем до тех пор, пока не вывяжем нужную нам длину. Провязав спинку или перед, они абсолютно одинаковы. Видите, у нас здесь получается выемка горловины. Нам ее делать не нужно. Вот так вот все ровненько оставляем. И оставляем или на этой спице, или переодеваем на другую. Не нужно никаких закрываний, переснятий на нитку и так далее. Все, оставляем на спице и вяжем вторую половинку. Когда мы свяжем обе половинки, вперед и спинку, я покажу, как сшить изделие. Продолжение следует...